Мы сегодня поговорим о ПЦР-тестах. Справка с отрицательным тестом на ковид. Гарант безопасности или фельдкинограмота? Как только ты вышел с этой поликлиники, ты в принципе уже мог где угодно заразиться. Да, ПЦР-тест, да. Он как бы есть. Согласна, да. ПЦР-самолёт, поезд и на мероприятия. Можно ли сделать тест на ковид по ОСМС? Вроде для личных целей можно ПЦР в государственных клиниках сдать, но на самом деле как-то вроде и нельзя. Когда проблема подкралась сзади. Само заболевание деликатное, появляются узлы. Геморрой – щекотливая тема. Если, допустим, пальчик вводим. Чем опасен диагноз и как избавиться от недуга раз и навсегда. А есть что-нибудь, какой-то метод, что-нибудь так, чтобы меня сразу отсекли и больше не вернулось? Практология. Практология – очень деликатная сфера медицины. И большинство пациентов, имея проблемы в этой области, к врачам не обращаются, стесняются, ну или даже испытывают некоторый стыд. И поэтому, как говорят проктологи, на приёме 80% случаев запущены. Именно поэтому мы решили затронуть эту тему и поговорить о геморрое. Но если вам как-то даже неудобно по телевизору об этом слышать, то вы можете не смотреть эту программу, хотя я уверена, что большинству этот выпуск будет интересен и даже полезен. Ведь, согласно статистике, в 45 лет у каждого седьмого мужчины и каждой пятой женщины диагностируют геморрой. И каждые пять минут у более чем 10 тысяч человек появляются первые признаки этого заболевания. Так что не будем стесняться, а начнём заниматься своим здоровьем прямо сейчас. Вы смотрите «Диагноз». Мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. На пути в кабинет проктолога часто встаёт такое чувство, как стыд. Как можно показать врачу то, что никто и никогда не видел? Особенно, если он противоположного пола. Само заболевание деликатное. Оно даже если мужчина к мужчине будет идти, как бы стесняться, какой-то барьер держит психологически. Приходит пациент и говорит, я бы хотел его видеть. Допустим, женщину, врача, как бы мужчину стесняется. Ну, мы стесняться не станем и расскажем о диагнозе. Причины возникновения геморроя до конца неизвестны. Одна из теорий говорит, что виновата наша особенность – прямохождение. А уж затем все остальные факторы. Дело в том, что у животных нет геморроя, потому что они на четырёх лапах ходят. И у них кровь туда не приливают. Нет сочетания натуживания и гидростатистического давления. А мы, люди, стали ходить, и у нас появились заболевания позвоночника, вен, нижних конечностей и геморроя. Возникает он и в результате других факторов, таких как наследственность, малоподвижный образ жизни, хронические запоры, подъём тяжестей, ожирение. Скажите за это спасибо своему образу жизни – компьютерам, машинам, неправильному питанию, алкоголю. Почти у половины пациентов заболевание проходит бессимптомно. Остальные же жалуются на кровь в каловых массах и зуд. Но нельзя сказать, что геморроя можно избежать, если вести здоровый образ жизни. Он часто застигает и беременных. Увеличенная матка, она даёт нагрузку на систему кровообращения. И по мере того, как живот растёт, ухудшается кровоснабжение. Очень частые клиенты, так сказать. Геморрой представляет собой заболевание, при котором происходит варикозное расширение вен прямой кишки и образование гемероидальных узлов. Это тот же самый варикоз, только в другом месте. Это стенки узлов, поэтому они и кровят. Вот я заметила, многие жалуются, когда начинается стресс, когда много работы. Стресс тоже приводит, кстати. Это же сосудистые заболевания. Игра сосудов, голова начинает болеть. Где-то пережимаются, туда кровь не поступает. Всё, головная боль также и с этой частью у нас. И с этой частью тоже. Геморрой бывает внутренне и внешне. Наружный геморрой почти всегда болит лишь тогда, когда отекает или тромбируется. А внутренне выпадает, кровит, вызывая зуд и дискомфорт. Существует несколько стадий внутреннего геморроя. При первой степени вот эти узлы не выпадают, их не видно. Они в основном приходят тем, что у них появление крови в калии. При второй стадии уже появляются узлы, которые иногда могут сами назад вправляться. И тоже с кровотечением, зудом. В третьей стадии эти узлы требуют уже ручного вправления. Иногда пациент говорит, я сама или сам вправляю. А в четвёртой стадии весь этот набор. И плюс вот эти узлы, они уже вывалившиеся. И они не заправляются. Они уже как бы в стабильном состоянии. Симптомы геморроя можно перепутать с другими нарушениями. С трещинами или полипами. Чтобы понять, что именно происходит внутри вас, врачи проводят визуальные пальцевые осмотры, используя специальные приборы. Это не болезненное дело? Нет, нет. Мы делаем девульсию по рекамье. Это абсолютно. Вот сколько было, ни один из них не знал, что после этого они ухудшились или усилились. Более такого нет. Не стоит накручивать себя перед визитом в кабинет доктора. Ой, у меня там болит, надо бы сходить к врачу, но вдруг у меня найдут что-то серьёзное. Помните, чем раньше у вас что-то найдут, тем быстрее, дешевле и безболезненнее это что-то вылечит. Тем более, что геморрой иногда может маскировать рак. Вы ошибочно можете лечиться от этого недуга и терять драгоценное время. Поэтому необходимо сделать колоноскопию, чтобы быть уверенным на 100%, что это именно геморрой, а не рак прямой и толстой кишки. Осматривается вся следствие, осматривается просвет, берётся биопсия. Если находятся какие-то участки дисплазии, метаплазии, если есть какие-то полиповидные образования, мы обязательно берём биопсию. Плюс у нас существует приказ организации скрининга на колоректальный рак, поэтому согласно этого приказа мы имеем право удалять все полипы до 10 мм. Все полипы, динаматозные полипы, имеют свойство перерождаться со временем. Поэтому почему хорош вот этот метод скрининга? То, что мы уже загодя до возникновения рака находим бридратовую патологию, удаляем, и тем самым мы удлиняем жизнь человека. Колоноскопию, кстати, вы можете сделать бесплатно в любой поликлинике по месту прикрепления. У нас менталитет, к сожалению, настроение на населении такое, что не хотят обследоваться, не понимают, наверное, того момента, что лучше предупредить, чем потом лечиться. Я вообще советовал бы всем после 45-ти проходить колоноскопическое исследование хотя бы раз в год. Убедившись, что это не рак, можно начать лечение геморроя. Оно в основном комплексное. На ранних стадиях достаточно изменить образ жизни, устранить заборы, для этого нормализовать диету, увеличить объем пищевой клетчатки в рационе, пить много жидкости, ограничить алкоголь. В острых ситуациях обоснованно принимать препараты. Например, если кровит внутренний геморрой, то в ход идут свечи. Если отекает наружный узел, то правильнее использовать лишь мази или кремы. В основном их применяют 5-7 дней, ну, не больше месяца, да, полтора. Прочитать в интернете и сказать, гепариновая мазь помогает, ну, может. Она, в общем-то, особо не навредит или навредит? Может, а вдруг это не геморрой рак, а мы здесь мажем сверху. Немножко помогает, да, боль уходит, и нам кажется, что... Когда боль уходит, она просто переходит в хроническую. Когда не болит, это еще хуже? Да. На начальных стадиях геморроя широко применяется амбулаторная, латексная, легирование и склеротерапия. Эти процедуры малоинвазивны, их проводят в кабинете у проктолога в таком вот кресле максимум минут 20. Разные препараты, из которых в ножку вводят, и, как бы, грубо говоря, этот узел усыхает, потому что у него нету доступа к кровообращению. Но там, видите, там все узлы не вводят, они вводят по одному узлу там. Заживать из нее второму узлу приступает, третьему узлу. Решение это временное, приходить в клинику придется не один раз. Да и при третьей стадии риск возврата заболевания или неудачного результата при таком методе лечения очень высок. А есть что-нибудь, какой-то метод, что-нибудь так, чтобы мне сразу отсекли и больше не вернулось? Зависит от стадии, плюс еще от размера узла, от его ножки. Питающий хирургический ножик. На первых и вторых стадиях геморроя применяют и лазерные операции. Объем, успешность и результаты ее в определенной степени зависят от используемого оборудования и подбора правильных случаев. Всем лазер делать нельзя. И на поздних стадиях он бесполезен. Лазер, он только как бы тоже отсекает этот узел. Это же стенка, это вена, да, и вот стенка выбухла. Он ее тогда может, а если она уже с выпадением, то уже там нужно делать операцию. Самый эффективный метод борьбы с геморроем – это хирургическое вмешательство. Золотым стандартом считается радикальная операция по милигану-моргану, в ходе которой истекают комплекс и наружных, и внутренних узлов. В результате остаются значительные раны, но в запущенных стадиях это может быть единственным выходом. Это болезненно, да, для пациента, требует длительного реабилитационного периода, но операция позволяет вылечить даже сложные случаи и гарантирует почти полное отсутствие рецидивов, в отличие от всех других методов лечения. Если, допустим, убрать все узлы сразу, то может произойти стеноз, сужение. Остальные узлы рядом, они называются эти сателлиты, мы их оставляем, и бывает, что они сами спадают. Любую операцию для того, чтобы вылечить геморрой, вы можете получить бесплатно, если вы застрахованы. Да. По сути, геморрой – это социальное заболевание, которое прежде всего меняет наше настроение. Понятно, что когда человек постоянно видит кровь на туалетной бумаге, то начинает беспокоиться, вплоть до того, что появляются панические мысли о смерти. Но геморрой не может быть ведущей причиной смерти, если только в ментальном виде депрессии. А так страшного в геморрое ничего нет. Но не забывайте о культуре посещения проктолога, даже если вы совершенно здоровы, и у вас нет родственников с заболеваниями толстой кишки. Все равно нужно прийти к врачу на прием и не ждать, пока проблема подкрадется сзади.